Страх и ужас, программы-стиратели, Рутуб заражен, но не сломан. Юный хакер спас мир и стал миллионером, а фальшивые маски Дорси крадут народа. Секюрити новости, погнали! Всем привет! 14 мая все студенты и выпускники химического факультета МГУ соберутся на грандиозный праздник, День Лантана. Наконец, все ковидные ограничения сняты и можно оторваться по полной. Собираясь встретиться с друзьями юности и наверстать упущенные за годы карантина. Ну а уже совсем скоро, 18-19 мая пройдет грандиозное событие в мире информационной безопасности. Positive Hack Day 2022 года. И уже совсем скоро мы объявим 10 победителей, которые получат билеты на форум. Ну а пока подписывайтесь на канал, пишите комментарии, не забывайте про цифровой колокольчик, а мы переходим к главным новостям за неделю. В последнее время стало распространяться вредоносное ПО, полностью стирающее данные жертвы, без возможности выкупа. Идея такого кибероружия не нова. В 2012 году вирус Шамун использовался для нападения на нефтяные компании на Ближнем Востоке. Тогда в результате кибератаки было выведено и строить 30 тысяч компьютеров. В этом году число зарегистрированных атак программ стирателей резко возросло из-за геополитического конфликта. По данным Фортинет, в 2022 году государственные структуры были атакованы целым рядом деструктивных вредоносов. Подобные атаки проводятся для нанесения ущерба критически важной инфраструктуре. Хакерам в таком случае деньги не нужны. Злоумышленники пытаются посеять хаос, чтобы оказать психологическое давление на противника или уничтожить тактическую цель. В честь Дня Паролей, который отмечается 5 мая, технологические гиганты Apple, Google и Microsoft объявили о создании способа беспарольного входа на всех мобильных, настольных и браузерных платформах. FASKI – уникальный криптографический токен, который смартфон передает сервису или сайту для аутентификации. Как раз платформенность технологий стала возможной благодаря стандарту FIDA, который использует криптосистему с открытым ключом для обеспечения аутентификации, беспароля и многофакторной аутентификации. Новую технологию уже поддерживают Apple и Microsoft. Беспарольные технологии всерьез осложнит жизнь хакера, ведь для взлома аккаунта злоумышнику придется получить физический доступ к устройству. 19-летний Корбин Лео получил доступ администратора к системе подводного телекоммуникационного кабеля, который использовался для передачи данных из США в страны Европы. Молодой человек мог спровоцировать обвал фондового рынка, вызвать обвинения в международном шпионаже или подорвать работу правительств. Но не стал этого делать, юноша сообщил о найденной проблеме и мировой кризис был предотвращен. Сейчас Корбину 22, он руководит собственной фирмой по кибербезопасности, сотрудничающей с Министерством обороны США. Молодому человеку платят хорошие деньги за взлом компьютерных систем и выявление уязвимостей в системах безопасности. С момента создания бизнеса этичный хакер заработал около миллиона долларов. Здорово, что парнишка имел твердые моральные принципы, которые не позволили ему сбиться с верного пути. Киберпреступники массово используют критическую ошибку в нескольких версиях модулей F5 Big IP. Уязвимость позволяет злоумышленнику без проверки подлинности запустить произвольные системные команды, создать, удалить файлы или отключить службы. Недавно несколько исследователей безопасности заявили о создании рабочих эксплойтов, которые на днях стали общедоступными. Теперь киберпреступники могут организовать атаки без особого труда. Из-за простоты использования данной уязвимости, общедоступного кода эксплойта и того факта, что он предоставляет рут доступ, количество попыток эксплуатации, вероятно, будет продолжать расти. 9 мая российский видеохостинг «Рутуб» подвергся серьезной целенаправленной кибератаке. В результате инцидента оказалось поражено 75% базы ресурсов и инфраструктуры, а также 90% резервных копий хостинга. При попытке захода на сайт выдавалось сообщение «Сайт был атакован». В настоящий момент ситуация находится под контролем. Данные пользователей сохранены. Ведутся работы по восстановлению доступа к платформе. Ответственность за взлом взяла на себя хакерская группировка Anonymous, которая заявила, что фактически уничтожила «Рутуб». Для устранения последствий кибератаки и расследования инцидента «Рутуб» привлек команду специалистов экспертного центра безопасности Positive Technologies. Благодаря усилиям наших, высококвалифицированных специалистов, спустя два дня после взлома работа видеохостинга была восстановлена. Новый президент Коста-Рики первым своим указом объявил чрезвычайное положение в стране в связи с атаками вымогателей Конти на правительственные организации. Принятая мера позволит выделить дополнительный ресурс для устранения последствий разрушительных кибератак. Прошлый месяц группировка Конти атаковала ряд правительственных учреждений Коста-Рики. В результате внешняя торговля страны была серьезно затруднена, нарушена работа таможенной и налоговых платформ. Казначейство в Коста-Рике вообще оказалось без цифровых услуг. Гражданам и организациям приходится заполнять форму вручную, сильно перегружая государственный сектор. Как видим, вымогатели способны на многое, даже спровоцировать киберхаос масштаба государства. Но многих проблем можно было избежать, если использовать решение защиты от надежных поставщиков. Мошенничество с компрометацией деловой электронной почты приносит киберпреступникам хорошую прибыль. Согласно данным ФБР, с июня 2016 года по декабрь 2021 года произошло 241 тысяча инцидентов в бег мошенничества. Киберпреступники похитили более 43 миллиардов долларов. Корпоративная электронная почта может быть скомпрометирована как с помощью методов социальной инженерии, так и путем хакерского взлома. Злоумышленники получают доступ к почтовому ящику и начинают опустошать счета жертв. По информации ФБР, в настоящее время мошенников интересуют личные информации сотрудников, отчеты о заработной плате и налогах, а также данные криптокошельков. Советы не забывать о базовых правилах кибергигиены. Не вводите учетные данные на подозрительных сайтах. Уезжая в отпуск, не давайте пароль от своей почты коллегам. Настройте временный доступ. ФБР США предупреждает, масштабы и ущерб от киберпреступлений растут день ото дня. В прошлом году ущерб от кибермошенничества по всему миру состоял 6,9 миллиарда долларов, продемонстрировав более 50% роста. За последние 5 лет потери от киберпреступлений обошлись жертвам не менее чем 18,7 миллиардов долларов. В 2021 году ущерб от киберпреступлений в сфере криптовалют вырос почти в 7 раз и перевалил за 1,6 миллиарда долларов. Чтобы выжить в мире в полном киберугроз, необходимо своевременно внедрять надежные решения защиты, не позволяя киберпреступникам испортить будущее своей компании. Необходимость увеличения пропускной способности глобального трафика данных стимулирует рост инвестиций в создание подводных интернет-кабелей. По прогнозам телегеографии, в ближайшие два года инвестиции в подводные кабели могут составить 10 миллиардов долларов США. За последние 5 лет в мире было создано 486 кабельных систем и 1306 станций для их интеграции с наземной инфраструктурой на сумму 12 миллиардов долларов. А мой внук уже тренируется во взломе современного интернет-кабеля. Подписывайтесь на наш телеграм-канал It's Positive Investing. Самые актуальные новости на стыке финансовой информационной безопасности каждый день. Всем привет, с вами Николай Анисения, это рубрика Technical про баги, уязвимостей и все, что связано со взломом. Александр уже рассказал вам про уязвимость в F5 Big IP. Уязвимость жесткая, как и любая RCE, поэтому давайте разбираться, как она работает. Итак, Big IP это application firewall, типа как firewall у вас на компьютере, только он должен блокировать атаки на веб-приложение. RCE в админке чревато тем, что атакующий может захватить контроль над средством защиты. Функциональность по исполнению кода уже заложена в админке, и предполагается, что воспользоваться ей может только администратор. Но так работает только в идеальном мире, а в нашей суровой реальности есть уязвимости. Big IP узнает админы по заголовку x5-aus-token, и если этого заголовка нет, а обращение происходит с локал хоста, то проверяется заголовок авторизейшн, в котором логин и пароль передаются закодированные в Base64. По какой-то причине вместо проверки логина и пароля, Big IP проверял только логин, поэтому если в заголовке передать админ двоеточие, то можно было стать админом без смс и регистрации. Изи. Но есть одна проблема. Так работает только на сервере Jetty. Перед ним в качестве реверс-прокси установлен апатч, который блочит такие обращения к админке. Но и здесь есть байпас. На сервере апатч работает мод Aus, который пропускает к админке только те запросы, в которых указан заголовок x5-aus-token. Мы обязаны выставить этот заголовок, даже если самого токена мы не знаем. А еще реверс-прокси, прежде чем форварднуть запрос, должны удалить из него все заголовки, переданные в заголовки Connection. А теперь следите за руками, будет небольшой фокус. Нам потребуется три заголовка. Первый. Передаем заголовок x5-aus-token. Пишем что угодно, поскольку токена мы все равно не знаем. Второй. В заголовке Connection указываем x5-aus-token и xForwarded-host, чтобы Jetty подумал, будто мы обращаемся к нему с локал хоста. Третий. В заголовке Authorization передаем закодированный в B64 админ двоеточие. И вот как обработает этот запрос с апатч. Увидев заголовок x5-aus-token, апатч пропустит этот запрос, но перед этим удалит этот заголовок, а также заголовок xForwarded-host, потому что так мы предписали ему сделать с помощью заголовка Connection. На Jetty запрос придет уже без токена, и проверка на админы будет пройдена по заголовку Authorization. Magic. Вообще-то патч уже вышел, поэтому если вы не хотите магии вне Хогвартса, которую вам устроит злоумышленник, обновляйтесь. Спасибо Михаилу Ключникову из команды 5Swarm, который сразу после выхода патча воспроизвел уязвимость, помог мне с ней разобраться, и опубликовал подробный разбор в канале 5Swarm. Подписывайтесь на ребят, там очень много технического контента про уязвимости. С вами был Николай Инесеня, ставьте хэштег technical, и пишите в комментариях, какие баги мы разберем в следующий раз. Увидимся на Positive Hack Days, а сейчас погнали на 60 секунд. США развивает квантовые вычисления, чтобы защититься от взлома стран-оппонентов. Продвинутый квантовый компьютер может поставить под угрозу гражданскую и военную связь, подорвать системы контроля и управления критически важной инфраструктурой. Киберпреступники заработали 1,3 миллиона долларов с помощью поддельных видео с Илоном Маском и Джеком Дорси. Фейковый Маск просит пользователей переводить биткоины, чтобы получить двое больше. Пользователи не могут устоять перед обаянием Маска и спонсируют киберзлодеев. Новый фишинг-сервис Frappa позволяет создавать высококачественные подделки различных сайтов и сервисов для кражи личных данных пользователей. С помощью Frappa киберзлодеи могут снизить затраты на разработку фишинговых наборов и существенно расширить целевую аудиторию своих жертв. Хайкеры скрывают бесфайловые, вредоносные ПО в журналах событий Windows. Спрятанные журналы Торояны терпеливо ждут своего часа, подключаясь на последних этапах кибератаки, киберпреступные инновации в действии. Искусственный интеллект поможет людям разобраться с киберугрозами. Новый сервис Microsoft сочетает в себе человеческий подход к решению проблем и технологии машинного обучения, помогая компании повысить уровень кибербезопасности. За последние 12 месяцев число фишинговых загрузок выросло на 450%. Злоумощники активно используют методы поисковой оптимизации, успешно повышают позиции вредоносных PDF-файлов в популярных поисковых системах. Продвинутый киберзлодей даст фору любого SEO-оптимизатора. 166 пассажиров самолета, направлявшихся из Израиля в Турцию, прямо перед взлетом получили на свои телефоны фотографии авиакатастрофы. Снимки вызвали панику, рейс отменили, а самолет вернулся к терминалу. Пока неизвестно, кто стоит за страшной рассылкой, правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента. На этом все. С вами был Александр Антипов. Как сказал Морфеус, отвлекись от всего Нео. Страх, неверия и сомнений отбрось, очисти свой мозг. Мыслите критически, друзья. Увидимся на Positive Hack Days. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok